После освобождения Шуши 8 ноября армии Азербайджана мы должны были освободить все территории, находящиеся под армянской оккупацией, в том числе и Ханкенди. У нас была такая возможность, но было давление со стороны России и Азербайджан вынужден был принять российский вариант. Да, условия, поставленные Азербайджаном, были выполнены. Агдам, Кельбаджар и Лачин были освобождены. Открывается прямой транспортный коридор в Нахчеван, определяется граница с Арменией, а в ответ так называемые российские миротворцы размещаются в Карабахе. И эти самые миротворцы в кавычках стали союзниками сепаратистов в Нагорном Карабахе. Вместе того, чтобы обеспечить выполнение условий заявления от 10 ноября, вывод армянских вооруженных формирований остатков вооруженных сил Армении, российские миротворцы закрывают глаза на присутствие в регионе боевиков вооруженных людей. Также миротворцы позволяют себе действия, выходящие за рамки их мандата, и тем самым вызывают крайние возмущения азербайджанского общества. Об этом заявил в интервью «Канал-13» руководитель Центра политических исследований «Атлас» Эльхан Шахеновлу, комментируя теплые отношения российских миротворцев с карабахскими сепаратистами, в частности, с сепаратистским режимом. Азербайджанский политолог также высказал свое недовольство бездействием российских миротворческих сил, контролирующих Лачинский коридор. Власти Армении армянские сепаратисты используют данный коридор для притворения в жизни своих коварных целей. Также представители власти Армении по Лачинскому коридору незаконно посещают Нагорный Карабах, территорию Азербайджана. Визиты министра обороны главы МИД Армении являются тому наглядным доказательством. Министр иностранных дел Армении Араев Азян, воспользовавшись Лачинским коридором, прибыл в Ханкинди, где встретился с новоназначенным министром иностранных дел, так называемого НКР. «Это открытая провокация, и российские миротворцы, которые должны строить свою деятельность на принципах, отраженных в трехстороннем заявлении, и пресечь провокационные действия армянской стороны, не приватствуют им», – подчеркнул Эль-Хан Шахенуглу. По его мнению, если так будет продолжаться, то недалек тот день, когда и пемьер-министр Армении Никол Пашинян незаконно приедет в Карабах, на наши земли, где проведет встречи в Ханкинди с сепаратистами и тем самым продемонстрирует, что все еще существует так называемая Нагорная Карабахская республика, и с Арменией эта республика имеет хорошее отношение. После освобождения азербайджанской армии Шуше 8 ноября мы должны были освободить все территории. У нас была такая возможность, и войска могли бы зайти уже в Ханкинди, окружить другие сепаратистские силы – Кальбаджар, Латчина, Агдами. Но был нажим со стороны России открыт, надо сказать. И азербайджанское правительство вынуждено было принять российский вариант, то есть с одной стороны как бы выполняются условия Азербайджана, то есть освобождаются другие районы, это Кальбаджар, Латчинагдан, потом открывается коридор в Нахчимань, это тоже было наше условие, и граница, как бы определяется граница с Арменией. Эти условия наши выполняются, а в ответ российские миротворцы, так называемые, входят в Карабах. Наш правительство приняло это худший вариант, вынуждено, наверное, было, потому что был нажим со стороны России. Но что мы видим сейчас, что происходит сейчас? Эти самые миротворцы, в кавычках, стали союзниками сепаратистов на Горном Карабахе. Каждый день с ним фотографируются, встречаются, какие-то карты провокационные распространяют, получают медали из рук сепаратистов, то есть делают все в интересах армянских сепаратистов. И это вызывает большое возмущение, много вопросов в азербайджанском обществе. Главный вопрос, что российские миротворцы ничего не делают для того, чтобы захватить этих сепаратистов, выполнить условия 10 ноября, что все вооруженные группировки должны быть выведены из Карабаха или обезбрежены должны быть. Но ничего такого не делается, в лесах еще прячутся или в ханкере открыто там гуляют сепаратисты с калашниковыми, с другими оружиями. Ничего такого не выполняется. Еще другой фактор, к сожалению, Лачинский корректор, где есть российские миротворцы, там у них посты, не контролируются нашими пограничниками. Из-за этого армяне-сепаратисты используют эту дорогу в своих целях. Например, после окончания войны в Ханкенде приехал новый министр обороны Армении. Буквально на дня приехал новый министр иностранных дел Ханкенде и что-то там подписывался с новым министром иностранных дел сепаратистов, какое-то соглашение. Выходит, что мы пока не контролируем Лачинский корректор, и армяне-армянские сепаратисты используют этот корректор в своих целях. И российские миротворцы военно не мешают этому, даже поддерживают в этом вопросе Армению. Но так долго продолжаться не может, потому что это провокация. Я думаю, что если приезжали уже министры обороны и министры иностранных дел Армении, я думаю, что недалек тот день, когда премьер-министр Армении Николь Пашинян незаконно приехал на наши земли и проведет какие-то встречи, Ханкенде. И этим покажет своему населению, что все еще существует Нагорно-Карабахская республика, в кавычках, и с Арменией эта республика имеет хорошее отношение. Этот визит для Пашиняна будет важен, потому что он идет на выборы. Ему нужна поддержка как со стороны своего общества, как и со стороны армянских сепаратистов. Как мы сможем предотвратить это? Долгое время наше Министерство иностранных дел и Министерство обороны замалчивало все эти провокации со стороны армянских сепаратистов, со стороны российских миротворцев. Лишь сегодня была позиция пресс-секретаря Министерства иностранных дел, что визит министра иностранных дел Армении в азербайджанские земли, это незаконно, это противоречит соглашению 10 ноября. Но этими высказываниями, этими заявлениями мы не сможем предотвратить будущий визит Пашиняна в нашу страну. Надо реально действовать, надо взять под контроль всю границу с Арменией. А этим заявлением мы не сможем найти выход из сложившей заседуации. Да, азербайджанская армянская героическая освободила много наших земель, вошла в Карабах, в Шушу, в Гадрут, в некоторую часть Ходжавенского района. Но остается еще где-то 10-15% территории, под контролем еще сепаратистов. И они устраивают вместе с российскими миротворцами разные провокации против нашего государства. Поэтому мы должны действовать жестче, жестче. И призвать Москву, чтобы она соблюдала заявление 10 ноября. Если этого не будет, то я думаю, что если даже не будет большой войны, то азербайджанская армия вместе с турецкими военнослужащими, которые прибудут на днях в Агдан, должна начать антироссийскую операцию в разных местах. И главное взять под контроль Лачинский коридор. Мы не можем оставить этот под контролем только российскими миротворцами, которые дают возможность использовать этот коридор сепаратистам и правительству Армении.